Форматы для веб. Конечно, в основном в Adobe Illustrator мы создаем печатную продукцию. Но если вы захотите, то можете создать любую иллюстрацию, любые баннеры для сайтов и для экрана. Поэтому при создании нового документа вы выбираете профиль веб. Здесь моментально все данные начинают работать для веб-продукции, а именно цветовая модель RGB, сжатие, уменьшенное разрешение и так далее. И единицы измерения пикселей. То есть первый важнейший шаг, вы профиль веб выбираете. Задаете по ширине и по высоте нужные размеры, все в пикселях. Это такой стандартный веб-баннер 468 пикселей на 60. Пожалуйста, я создаю такой стандартный баннер. И как будто идет обычная работа. Я создаю прямоугольник с такими же размерами, все уже в пикселях. Пожалуйста. Выбираю любые заливки, специально с полупрозрачным градиентом что-то возьму. Выравнивание также работает. Абсолютно все то же самое. Пожалуйста. Но есть некоторые нюансы. Их мы должны выполнить, чтобы качественную веб-продукцию отправить на сайт. Я поставила сейчас такой полупрозрачный градиент, но я не вижу этой прозрачности. А некоторые веб-форматы очень хорошо поддерживают прозрачность. Чтобы увидеть прозрачность, а не работать слепую, мы включаем в меню File команду Show transparency grid. Показать прозрачную сетку Shift-Ctrl-D. Еще больше прозрачности сделаю справа. С помощью инструмента градиент возьму этот прозрачный маркер и вот сюда отодвину. Получается, что справа от этого маркера 100% прозрачность. Посередине полупрозрачные переходы, а слева вообще никакой прозрачности нет. Продолжаем работать, как мы это привыкли делать, но второй важнейший нюанс. Несмотря на то, что мы сейчас работаем с цветами RGB, даже на панели Color это видно, все же сами разработчики Adobe Illustrator рекомендуют работать с цветовой палитрой Web. Здесь в библиотеке Swatches мы можем обнаружить цветовую палитру Web. Здесь в Web совместимые цвета. Всего 216 цветов, которые очень корректно выводятся на экран, на почти любой экран. Плашеты, смартфоны и так далее. И отсюда выбираем нужные цвета. Пожалуйста, именно отсюда. Вот такая рекомендация. У нас получится растровый формат, JPEG, GIF, наверняка на слуху эти форматы. И мы хотели бы увидеть в процессе работы эти пиксели тоже. Чтобы увидеть пиксели здесь, во время работы с программой Adobe Illustrator, мы в меню View включаем режим Pixel Preview. «Просмотр пикселей». Я сейчас очень сильно увеличу масштаб. Вот здесь увеличу довольно сильно. И посмотрим. Пиксели на самом деле есть, на самом деле видны, но при сильно увеличенном масштабе. При 100% масштабе этого не видно. И очень важный момент, наконец, выбор нужного формата. Выбор формата для веб с возможностью сравнивать эти форматы друг с другом. Это File, Export, Save for Web, Сохранить для веб. Alt, Shift, Ctrl, S. Здесь, к сожалению, не все веб-форматы, но самые основные мы с вами посмотрим. Открывается такое диалоговое окно, где я рекомендую выбрать два Up, To Up, два окна для сравнения. Слева это оригинал со всеми нюансами и полупрозрачными переходами. Хочется увеличить масштаб. Вы держите свободной рукой Ctrl, и у вас получается лупа. Лупой делаете щелчки. Уменьшить масштаб. Держите свободной рукой Alt и лупой щелчки. Пожалуйста. У оригинала объем 110 кБ. Рядом соседнее окно я выделю и начну выбирать самые распространенные веб-форматы. Один из них это JPEG. JPEG поддерживает 16 миллионов оттенков. Поддерживает сжатие. То есть очень сильно уменьшает объем файла при сжатии. У JPEG есть 5 режимов качества. Даже при максимальном качестве, а в основном мы с таким качеством отправляем баннеры на сайт. Даже при таком качестве сжатие приличное. И если вдруг объем вашего файла из-за, допустим, меш заливки получился очень большим, вы можете сжимать еще сильнее. Very high, high и так далее. Каждый раз сжимается все сильнее. Но в большинстве случаев вполне устраивает максимальное качество и это сжатие. JPEG, увы, ни в каком виде не поддерживает прозрачности. Если даже я попрошу сейчас не подставить фон, все равно JPEG по умолчанию подставляет белый фон. То есть если вам надо нарисовать какие-то кнопочки, какие-то полупрозрачные интересные элементы дизайна для сайта, про JPEG сразу забываем. JPEG всегда подставляет белый фон. Конечно, при сохранении. Сохраняем размеры со стопроцентным масштабом, со сглаживанием, все как положено. Кроме JPEG, в сравнении ради, давайте посмотрим еще форматы. GIF Формат GIF поддерживает максимум 256 цветов. 256 Это индексированные цвета. GIF также сжимает, уменьшая объем файла. Пожалуйста, объем по сравнению с оригиналом, вы видите какой. GIF поддерживает только стопроцентную прозрачность. В правой части я сделала у оригинала стопроцентную прозрачность. GIF поддерживает только стопроцентную прозрачность, без полупрозрачных переходов. И GIF, если кто-то из вас знает Adobe Photoshop, в Photoshop позволяет сохранить анимацию. Очень интересно. Вот такая тоже возможность. Очень похожий на GIF, есть еще один формат, но с наиболее сильным сжатием. PING8 Сжимает очень сильно. Если при таком сильном сжатии вас устраивает качество, то, скорее всего, PING8 вы будете выбирать вместо GIF. Единственная разница, что PING8 анимации, например, не поддерживает. Есть еще один формат в этом списке, PING24, один из моих любимых форматов, когда сохраняются все прозрачные и полупрозрачные элементы. Абсолютно все, что вы делали. Поддерживает PING24 16 миллионов оттенков, сжатие, все прозрачные и полупрозрачные элементы. И только один из этих форматов вы можете сейв сохранить. Пожалуйста, сохраню туда же, где наши основные файлы находятся. И в разделе 11. Пожалуйста. Такие форматы, если вы отправите друзьям, знакомым, они могут открыть, не имея под рукой ни фотошопа, ни иллюстратора. Просто они могут посмотреть эти файлы через обычный просмотр. Пожалуйста. Есть еще один веб-формат, любимый формат веб-верстальщиков. Это формат SVG. SVG-формат – это векторный формат. Он сохраняется. Сохранить как? SVG. SVG – Scalable Vector Graphics. Масштабируемая векторная графика. Очень любят верстальщики этот формат, потому что они при верстке сайта спокойно растягивают, увеличивают, уменьшают этот файл. Он не теряет своего качества. Это векторный файл. Пожалуйста, сохраню. Здесь в диалоговом окне в основном данные для шрифтов и для изображений. У нас их нет, поэтому я просто нажимаю ОК. Посмотрим, в какой программе предложат открыть этот формат. Попробуем открыть этот файл двойным кликом. В Chrome, пожалуйста, вот такой файл может служить баннером для какого-то сайта. Потрясающие возможности у веб-форматов. Наш курс на этом этапе уже заканчивается. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Мы будем общаться. С удовольствием помогу, подскажу. Мой имейл я сейчас напишу. Обращайтесь смело, не стесняйтесь. То, что вдруг будет непонятным, вы об этом пишите. Мы с вами пообщаемся. И, конечно, очень рекомендую практиковаться. Максимум практики. Без этого никак, никуда. Для практики я с запасом поставила в самом конце еще несколько таких файлов. Смотрите, анализируйте, создайте с нуля, создайте на свой вкус, конечно, и работайте с удовольствием. Это потрясающая программа. Удачи! Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok